Друзья мои хорошие, я всех рад приветствовать на своем канале, меня зовут Дмитрий, канал Добро Идет и сегодня обзор на Logitech Yoko Fly System, а именно штурвал для летных симуляторов по типу Microsoft Fly Simulator, Xplanet и подобные симы. Спасибо большое подписчикам, которые поддержали В приобретении этого интересного устройства. Погнали обзор. Друзья, начнем с того, что не так давно на стримах Ребята меня спровоцировали на открытие доната на покупку вот этого устройства. Сказали, что поддержат, за что Я выражаю огромную благодарность в приобретении этого устройства. Смотрите, ребят, приходит на вот такой большой коробке Он пришел мне со склада DNS. Вот так это выглядит. Воронеж, все дела. Коробочка достаточно большая Понятно, что я уже распаковал, она легкая сейчас, но она достаточно вот прям, ну, достаточно массивная коробка По типу, как вот вы берете, допустим, покупать какой-то руль игровой, можно сказать, что то же самое, только немножко уже Коробка большая, комплектация, ну, там особо комплектация скудника. Сейчас мы как раз, естественно, посмотрим с вами Если на задней стороне, здесь, в принципе, видно, что здесь сам штурвал, блок управления, квадрант Ну, и, в принципе, возможно, дополнительно каких-то аксессуаров, которые также, потому что это, в принципе, конструктор Ну, давайте уже поближе будем рассматривать Друзья, и первое, на что я хочу обратить внимание, это не на штурвал, а на сам блок управления Так называемый квадрант. Имеет он три оси, отвечающие за Ну, по умолчанию, здесь черное, это газ сам, да, получается сам блок газа Синяя, по умолчанию, отвечает ползуночек, ось, за регулировки воздушного винта То есть раскрутка самого винта И вот это, это регулировка смеси, подача топлива в двигатель Естественно, этот штурвал, как бы, ориентирован в основном на легкомоторные какие-то самолеты По типу Cessna, там, Cediac, ну и подобных Но также можно и летать на Boeing, да, в принципе, на всем, на чем хочешь, как бы, да То есть просто привыкнуть надо, естественно Смотрите, и вот так вот это выглядит, такое вот устройство Очень мягкий ход, причем, смотрите, самое что интересное Эти колпачки, они немножечко приклеены Конечно, пластик не очень прям хороший Здесь это все литье, но это все сменяй, меняй, можно снять, короче, заменить В зависимости, как вы хотите, обратно так вот одеть и все Спереди имеет он три кнопки, качельки, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз То есть три по два получается, да, то есть шесть кнопок, которые Уже по умолчанию, кстати, в Microsoft'е забиндены на управление закрылками механизации Да, поднятие, опускание шасси И третье, возможно, вид можно настроить или еще что-то вот в этом духе Дальше идет вот такое вот крепление Такое крепление, которое крепится вот к этому самому квадранту И она на четырех этих самых шурупах Поэтому отвертка вам, естественно, потребуется Крепление очень массивное Есть, естественно, вот эта регулировка с резина Здесь резина, то есть никаких проблем нету к крепежу, допустим, к той же столешнице от кухни Да, то есть там вот такая вот Провод, провод большой В комплекте с этим, если вы покупаете конкретно комплект в виде штурвала и квадранта Джек будет вот такой вот Если вы покупаете отдельно сам вот этот вот рут, да То у вас будет USB Есть возможность купить его отдельно В комплекте он поставляется вот с таким подключением И ставится напрямую прямо в штурвал Я, естественно, потом покажу Вот, в принципе, больше ничего Это что касается этого квадранта Как-то так Ну вот и сам штурвал Большой Вы посмотрите, каких он размеров Какой он огромный Что мне сразу не понравилось Очень маркий пластик Любое нажатие аукивается на этом пластике Даже сейчас, вы видите, я его просто в руках подержал Уже ляпы на самом штурвале как бы имеется Сборка средненькая, да Потому что цена Собрали мы 10 тысяч рублей Я добавил свои полторы То есть 11,5 стоил мне, собственно, этот девайс, да Смотрите Ну, начнем давайте с задней панели Первое, что я хочу обратить внимание Первое, это блок питания, которого нет в комплекте Для чего он нужен, блок питания Здесь, как вы видите, три USB Входа для дополнительных, как я уже сказал, конструкторов Сюда можно вообще панели отдельно Я прикреплю информацию по панелям То есть панели можно сюда различные прикрепить А также, если вы покупаете отдельно вот этот вот квадрант Вы также его в USB сюда можете вставить Но чем больше устройств потребуется вот это дополнительное питание В виде блока, который продается как бы отдельно Его надо искать и, в общем, компонсировать с этим мозги И, соответственно, для подключения этого квадранта Вот как раз вот напрямую к базе подключается эта газулька База большая Как я и сказал, вот эта площадка Шестигранными вот этими винтами откручивается Сюда можно поставить блок управления Опять же, вот я покажу всю эту информацию И все это крепится, крепится, крепится И создается полноценный прям вот девайс для полета Что касается передней части и самого штурвала Естественно, поворот, но не на 90 градусов, кстати говоря Не на 90, но вполне себе Естественно, вперед-назад Вот так это все дело Там внутри все это дело смазано Все это как бы вот так вот Дальше, по функционалу По умолчанию сразу управление автопилотом ставится Здесь у нас камерой Пожалуйста Да короче, настройки любые, какие хотите Можете, в общем, сюда забиндить По умолчанию, как бы вам В этом, в микрософте Это все дело уже как-то настроено Я еще толком сам еще так вот не летал Вот, и дисплей Дисплей и функционал один Просто тупо один функционал Это время текущее вашего компьютера Здесь показывается И можно нажать И будет отчет времени вашего полета Нажали старт Все, время потихонечку пошло Это все горит зелененьким цветом Естественно, все это дело покажу И большущий провод На USB, естественно Вот так это выглядит Кстати, на 2.0 у меня он не завелся На 3.0 почему-то, я не знаю Но вот как-то так На 2.0 он, короче, подключался Отключался, подключался Отключался В тройку ставил Все завелось Я не знаю, в чем причина Но вот такая вот история у меня По крайней мере Да, и как же эту тему крепить Она же плоская платформа И, ребят, сразу хочу отметить Если у вас короткая столешница Ой, блин Занимает место прям пипец Прям место занимает пипец Он массивный Он так-то легкий, но массивный Люфт Люфт небольшой Вот есть Чуть-чуть Чуть-чуть есть Но в любом случае Если вы собираетесь Как бы оставлять себе Этот девайс на постоянку Можно раскрутить И что-нибудь там Прямыми руками Да сделать Так же, как и убрать Мертвую зону Которая здесь также присутствует Что еще хотел отметить Это сборка Сборка не очень качественная В принципе Не очень качественная Для полетов пойдет Но, опять же Если вы у себя его Оставляете на постоянку Прямые руки Кожзам Кусок купили Обшили Как вам надо И, пожалуйста Летайте в удовольствие И пользуйтесь Ну, вот, наверное Вот так вот И смотрите Впереди вот здесь Две вот эти штучки Сюда вставляется Вот такое крепление Оно охереть Какое большое То есть, это ставится Вот таким вот образом Сюда Оп Вот так вот вставляется Ну, и, соответственно Получается, что он здесь Крепится уже К столешнице Есть резина здесь И резиновая пимпочка То же самое То есть, вот так это будет У вас стоять на столе Никаких проблем Хочу отметить, что я уже Его подключал Естественно, программное Обеспечение там есть Оно скудненькое Оно есть И все оси Какие я проверял Да, то есть Все я проверял Ничего не шумит Хотя, очень большой Процент брака Сколько я не читал информации Брака дохерища, ребята Поэтому, ну, тьфу-тьфу Мне, дай бог Попался пока нормальный Не знаю, как это Время покажет Кстати, гарантия Два года на него Я аж удивился Когда мне сказали Расколько гарантий Два года Я уже ни хрена себе Но, вот, как-то так, ребята Ну, поехали дальше Друзья мои хорошие Ну, давайте начнем Мы с этого квадранта Я подключил Как бы поставил Здесь горит индикация Включения, естественно К самой базе Вот к этой По базе чуть попозже И хочу остановиться На этом блоке управления Ну, во-первых, снизу А здесь, как я и сказал Получается качелька Вверх-вниз 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 То есть, шесть кнопок Которые либо могут Программированы быть вами Либо же Они уже изначально В микрософте Сделаны Ну, то есть, первое На Закрылки Второе Убирание шасси И так далее То есть, уже по умолчанию есть Но, опять же Вы можете все это для себя регулировать На самом деле, очень удобно Хочу отметить Очень плавный ход Всех вот этих вот Осей Да Вот этих вот палочек Крутилочек Вот Которые Прям вот Куда надо Они ставятся Прекрасно И также хочу сказать Про то, что Здесь вот Нулевая фиксация В виде щелчка Оп И все То же самое Вторая И третья Вот так вот И внизу еще есть Дополнительно Чуть-чуть Кнопочка Как бы Не то, что кнопочка А есть еще Место Ну, куда можно настроить Я так полагаю Там тормоз Да Там есть его на Боинге Куда-то прям Раз Вот так вот И все Вот А так, да Опять же повторюсь Что Вход плавный Ничего не цепляет Вообще Нигде Блин Куда хочешь Туда Как говорится И ставь Все это фиксируется Никаких проблем Все индикации Все риски Здесь имеются Опять же повторюсь По умолчанию Это газ Это у нас Регулировка винта Воздушного И смесь Если это цесно Ну вот На Боинге Не знаю Как это будет Опять же Все это зависит От настроек Которыми вы будете Пользоваться Потому что Естественно Все это надо Настраивать Ребята Для себя Итак Дорогие друзья Вот так Это выглядит В комплексе То есть Сам штурвал Подключенный К столешнице И блок питания Как я и сказал Вот эти вот Руды Квадрант Отвечающий За регулировку Смеси Газа И так далее Начнем с того Что здесь Как вы видите Уже Когда при включении Будь с зеленым Индикатором То есть Показывать Ваше текущее время Вашего компьютера Вашего местоположения То есть У меня сейчас 9 утра Там 9.9 В Москве Ну собственно Он и показывает Текущее время Когда вы будете Полет Здесь есть кнопочка Функции Кнопочка Старт-стоп И кнопочка Ресет Три кнопки Функционал Скудный То есть По сути Время Обычное Текущее Компьютера Вашего Нажимаем на функцию Переключается на 0 И когда мы полетели Нажали старт И пошел отчет У нас Времени Полета Остановить время Стоп Нажали Время зафиксировалось Ресет То есть Сбросить Естественно Время И функция Обратно Мы уходим На Время Текущее Как бы Наше Московское Немосковское И так далее Мэйт 1 Здесь сбоку Такая крутилочка Вот здесь Находится Я ее не показал Короче колесико Три режима Мэйт 1 Моды 2 Моды 3 Моды 1 2 3 За что отвечать Непонятно Какие-то Возможно Режимы Времени Но по сути Здесь кроме этого Больше ничего нет Сам штурвал Удобный Хочу отметить Что не 90 градусов Да Ну то есть В принципе Вполне себе Управлять можно Люфт Люфт Небольшой Есть Когда вы Вот так вот Трясете Да То есть Вот так вот Есть люфт Потому что Там вот Этого Штанга Стоит А так Вот От себя Вперед То есть Можно В любых Положениях Пожалуйста Да Хочу Естественно Ребята Отметить Что Обязательно Нужны Педали Для управления Самолетом На земле Если их Нету Вы не сможете Короче Летать Это по факту Почему Потому что Летать то вы сможете Но вы управлять на земле Там взлететь Доехать до Взлетной полосы Вы не сможете Поэтому Педали здесь Обязательны У меня внизу Трассмастерские педали Я попробую настроить Их на эту всю тему Но так как Пока это дело Не настраивал У меня есть Мой Logitech Да То есть Мой Logitech Джойстик На котором я летал И у него есть Помимо Вот этого Вперед Назад Там Влево Вправо Есть вот такой Вот поворот Вот так вот Как раз он отвечает За поворот Скажем так Колес Осей Там Шасси На земле И приходится Его тоже использовать Чтобы летать Вот допустим Вот на этой теме А так в идеале Конечно же Нужны Летные педали Без них Ребята Никак Это вот по факту Ну собственно Давайте в полет Попробуем Что да как Могу Так и снимаю Как говорится Давайте перейдем В настройки Первым делом Что мы с вами Здесь видим Это В параметрах Управления У нас есть Естественно Клавиатура мышка Вот он Определился Как fly Йок систем И здесь Мы можем Сразу Все вот эти Чувствительность По По всем Вот этим Вот осям Мы можем С вами И посмотреть Шумят они Или не шумят То есть тут Надо естественно Задерживать Держать Все это дело Все это Как бы Вот так вот Делается Что касается Ну Других Джойстиков Понятно Что здесь Все это дело Так же Регулируется Естественно Все под себя Все это надо Настраивать Я вот Какой-то в интернете Нашел Тут по реакции Вот это Ну давайте Попробуем Честно Я особо не летал Плюс У меня LGTEC Xtreme Pro Завязан Для Вот этого Вот управления Как я и сказал Чтобы мы могли Ездить с вами По взлетной полосе На земле Иначе вы Не сможете Это ребята Сделать Ну Наверное Вот как-то так Смотрите Ну давайте Какой-нибудь полет Сейчас откуда-нибудь Куда-нибудь Прям быстренький Пускай это будет Воронеж Самолет я возьму Ну Давайте Цесну Хотя Вот этот вот Кодиак Как раз У него все управление Прям в копии Как вот на этом Вот Блоке Да То есть полностью Прямо Соотношение Практически идеальное Ну давайте Я сейчас возьму Цесну Да То есть Попробуем Мы с вами На Цесне Сейчас я ее найду Выберу здесь Вот он Цесна 172 Хавк Выберу ее Назад И Воронеж Ну допустим Мы в принципе Можем и со взлетной полосы Давайте Прямо со взлетной Полосы Все это дело Сделаем Будет загрузка Снимаю Кстати сейчас Ребята Через УБС Поэтому возможно Будут какие-то Просадки Ну надеюсь Не будет Ну короче говоря Вот как-то так В принципе Опять же Вот этот вот Втулочка Вот здесь Вот она Ну не знаю Вы конечно Не видите За камеры Да То есть У меня не так Много мест Чтобы снять Но ее Надо смазывать Да То есть В любом случае Надо смазать Где-то Может цеплять Там же Втулочка Вот это идет Вот поэтому Как бы есть В целом Все это Неплохо Так сделано Сейчас у меня настроено Здесь еще Тоби трекера Я сейчас отключу Чтобы он мне не мешал И соответственно Вот здесь Вот я тоже Вот эту тему Уберу Смотрите Ну начнем Да Вот С газульки Со всего Да То есть Газ регулируется Вот этой Да То есть И Смесь То же самое Регулируется Вот здесь Вот как бы Понятно Вот это здесь Не отвечает По-моему Сейчас ни за что Дальше Управление Естественно Видите Как я говорю Что 90 градусов Здесь нет Он поворачивает нормально А в конце Вот он Такой вот Затык Вот видите Вот здесь Затык он делает Потому что Неполноценно 90 Я говорю Что в принципе Управлять можно Как бы привыкнуть можно Но если вы оставляете Вот для себя На постоянку То соответственно Как говорится Смысла Ну как бы Можно разобрать Короче И все это дело Сделать руками Благо все это позволяет Ну и собственно Вот как-то так Это выглядит Да Управление педалями Естественно Здесь у меня За счет джойстика Потому что По-другому Ребята Не получается И не получится Тут обязательно Нужно иметь Либо педали Авиационные Либо джойстик Для управления на земле Ну собственно Взлетаем Да Потихонечку Да Блок управления Закрылками То же самое Как вы видите Вот здесь Вот они Закрылки И кнопочка Качелька Управляет Вот этими Закрылками Как я сказал Качельки Здесь все это дело Собственно Показывают Больше как бы Естественно Режимы вида Тангажа И так далее Все это здесь Уже настроено Давайте попробуем Взлететь Такой вот Какой-нибудь Полетик я сделаю И соответственно Кнопочка Здесь она тоже Видите Режимы камеры Как-то вот Ну меняет Ну давайте попробуем Посмотрим Что у нас там С вами получится Газ в пол Раскручивается У нас двигатель И снимаем мы Состояночного И как раз Я джойстиком Вот управляю На земле Чтобы мне Ребята взлететь Иначе у меня Самолет Получается Без управления Взлетаю я с Воронежа Небольшой такой Круголек Сделаю И попытаюсь посадить Честно Еще даже не пробовал Вот серьезно Вот даже не взлетал Вот 50 60 Можем потихонечку Отпускать И на себя Чуть-чуть давать Вот Мы начинаем взлетать Начали взлетать Удобно держать Кстати положение Вообще проблем Никаких нету Взлетаем Держим 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 Вот где-то в районе Вот 5 Чуть повыше Потихонечку В вальяжной Кстати управление Стало плавное Не так как на джойстике Здесь прям вот Пока что я регулирую Все это дело Естественно я могу Убрать теперь закрылки В принципе В положении 0 И взлетаем Вот сейчас вот видите Как вот он Начнет опускать нос вниз Здесь вот эта регулировка Тангажа Как раз мы можем Прям на ходу Отрегулировать Не тангаж А как это называется Ну все правильно Да Не тангаж Я как бы не особо Сильно летчик Ребята Все в процессе обучения Но вот Вот так вот потихонечку Мы с вами Не тангаж Трим Вот как называется А тримировать Его мы можем Вот И мы с вами потихонечку Его тримируем Чтобы он как бы летел Относительно ровно Но держа там определенный Какой-то небольшой градус Все я могу отпустить У меня самолет летит сам Все И это в принципе Ручное управление Да То есть никаких проблем нету Потихонечку мы раз И начали доворачивать Поворачивать Куда нам надо Хотим вниз Прям раз вниз Хотим вверх Хотим вверх Вот И вот так это все Ребята Ну собственно делается Честно сказать Что я вот Видите у меня там Чуть газульку Можем убрать Да естественно И потихонечку Доворачивать Обратно К нашему Аэропорту На самом деле Удобно Ребят Правда Вот я сейчас еду Еду Лечу Удобненько Удобненько Прям реально удобненько Но нужна привычка Почему Писал Кайман Подписчик Он тоже приобрел Этот девайс Говорит Дим Блин Надо привыкать Но это равносильно тому Что ты используешь Играл на клавиатуре В ETS А пересел на Самолет Короче Не пересел на самолет Пересел на руль То есть такое же ощущение Как сейчас у меня То есть джойстик И штурвал Как бы это две Вообще ребята Разные вещи Абсолютно Ну очень удобно Блин Вот в принципе Прям ну класс Не знаю Привыкать конечно Надо Но в целом В целом Бодренько Прям вот Отличненько Отличненько Если вы еще Используете Какой-нибудь Тоби трекер Ой Вот у меня Тоби трекер Можно все это дело Вот мы летим Потихонечку Красота Ну вообще красота Блин Получаю сейчас Масса удовольствия Огромное спасибо Подписчикам Ребятам Исходя из того Что я очень люблю Не то что самолеты Я люблю Вот эту малую авиацию Мне почему-то так нравится Этот малый авиация На низких высотах Смотреть красоты Природы Там Как люди живут Виртуальные Да там И вообще смотреть Различные Достопримечательности Поэтому Для меня это Прям вообще Бальзам на душу Если честно На самом деле Рекомендую К приобретению Ребята Да Сборочка не очень Качественная К сожалению Есть такое Даже Кайман Про это Паша сказал Он говорит Дим Как бы ну Неплохо Но Вот сейчас полностью На ручном лечу Да я управление Ничего я не ставлю Раньше летал Автомат Включал Здесь сейчас прям Хочется только руками Летать И это позволяет Достаточно стабильно Плавно летать Вот как бы вообще То есть проблем Никаких нет Держа как бы Все сразу Здесь вот Под контролем И газ там И положение И топливо Все Вот летим Сейчас просто я хочу Развернуться Чтобы мне Аккуратненько Газульку чуть-чуть Приберу И будем потихонечку Доворачивать На посадку Получится ли у меня Посадить или нет Не знаю на джойстике Получалось Вот А по поводу сборки Ребят Ну такое конечно Ну за 10 тысяч За 11 Что вы хотели Кожу рожу Вам не сделают Какие дорогие металлы Металл конструкции Тоже вам не сделают Поэтому я думаю За эти деньги Это вполне себе Цивильный аппарат Который позволит вам Полностью ощутить Вот это все Как говорится Дело Закрылки я включу Сейчас потихонечку Буду начинать Снижать Снижаться И заходить на посадку Конечно Видите Сейчас неудобно Потому что Как бы разговариваю И на это все дело Отвлекаюсь Ну надеюсь В идеале Надо было выровняться Прямо конкретно Еще уберу я Естественно Газульку Вот Закрылки полные Буду потихонечку Я Как-то Снижаться Конечно Скорость высокая Относительно Но постараюсь Я естественно Как-то Посадить Эту пташку Вот Опять же Если я оставлю Допустим Его у себя То вообще Проблем нету Я попробую И мертвую зону Убрать Какая здесь Вот видите Есть Вот смотрите Сейчас кручу Видите А у меня Почти не двигается Самолет Мертвая зона Присутствует Здесь шах От этой мертвой зоны Конечно Надо привыкать Ко всей Это Видите Как я держу штурвал И как он там Поворачивает Да То есть Есть такая история Вот Ну Но блин Все равно Даже при всех этих нюансах Я хочу отметить Что Блин Офигенная тема Офигенная Так Добавлю еще Газу Добавлю Потому что где-то В районе 60 Чтобы мы с вами Попытались посадить И это удобно Когда ты одной рукой Управляешь штурвалом А другой рукой Управляешь Сразу Акселератором И так далее То есть Здесь прям Вот Пушка И потихонечку 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 Естественно Я понимаю Что я сейчас В районе 70 Это быстро Это быстро А тут где-то Должно быть В районе 60 Ну Ладно Попробую я Аккуратненько Сесть Если получится Но вроде бы Как сейчас Выравниваю 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 И потихонечку 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 мы, опа, ну, примерно что-то вот как-то сели, и видите, чтобы управлять на земле, мне приходится брать джойстик в руки, ну, и, соответственно, у меня не настроена кнопка на торможение, приходится торможать опять же джойстиком, которыми кнопка здесь забиндена, да, ну, и как-то вот так это все дело, друзья, выглядит. Как я уже и сказал, да, сейчас, допустим, вот сейчас смесь тоже уберу в ноль, да, в принципе, все, я уберу в ноль, и сразу все, у меня все это дело выключается полностью. Что касается, опять же, управления, да, по мертвым зоне, как я и говорю, вот смотрите, вот у меня он стоит, если я сейчас чуть-чуть его поверну, смотрите, он стоит практически на месте, еще чуть-чуть, у меня уже больше, кстати, да, а он только поворачивает, то есть вот так это выглядит, я думаю, что это можно и в настройках как-то сделать, да, потому что здесь уже все, потому что здесь не 90 градусов, как я полагаю, должно быть 90 же полноценно, а здесь, поэтому он в конце начинает подшуметь, да, типа того, да, как бы, и раз, это как на дешевых рулях, как я сказал, 270 там градусов, когда вы в ЕТСе, то же самое, у вас он не поворачивает, но я думаю, настроить это все дело можно, в принципе, вы сами видели, я сейчас как-то и сел, и взлетел, и никаких проблем здесь с этим не было, я думаю, что и со всякими большими самолетами, по типу Боинга там, где тоже используется штурвал, я думаю, проблем не будет, опять же, все зависит от настройки, потому что подкажет самолет свои настройки. Вот, наверное, вот такие вот, ребята, дела по поводу вот этого штурвала, надеюсь, обзор вам понравился, с вами был Дима, канал Добро ЕТС, не забывайте ставить лайки, подписаться на канал, вступаю в ВКонтакте, Дискорд, я стримлю на Трово, еще раз уже огромную благодарность подписчикам, дай бог вам, ребят, здоровья за такой девайс, который, по сути, вы мне подарили, вот, всех люблю, целую, увидимся, пока!